Поголовье племенного скота растет в Актюбинской области. По словам специалистов, все больше хозяйств проявляют интерес к породам, которые отличаются высокой молочной и мясной продуктивностью. Самый большой рост наблюдается среди породистых лошадей. Их доля в общей численности составляет 18,5%. Подробности в материале моих коллег. Животноводством Талгат-Нуржигитов занимается 8 лет. На ферме 400 голов лошадей кушумской породы, а также 260 коров галштинской и казахской белоголовой. Они отличаются высокой молочной и мясной продуктивностью. В планах увеличить поголовье вдвое. Но для этого нужна кормовая база. Поэтому в хозяйстве намерены внедрить на своих полях систему рошения. Все зависит только от кормления. Если хорошее кормление, крупные коровы будут давать вес. Молоко, например, лошади. Породы в городе Кушумске тоже крупные породы. Ну, например, 140, 160, 170 килограмм. Мы же ребята таким весом получаем. Не породистые, если 120, 140 килограмм. Число хозяйств, которые занимаются разведением племенного скота, растет практически во всех районах. К примеру, в Мугалжарском в прошлом году племенным животноводством занимались 14 ферм. В этом уже 19. В результате увеличивается производство мяса. С начала года было произведено более 10 300 тонн мяса. Это больше, чем в прошлом году. Мы полностью покрываем потребность нашего района. Есть возможность экспортировать мясо. У нас есть хозяйство, которое этим занимается. По словам специалистов, быстрее всего в регионе увеличивается доля породистых лошадей. Всего их насчитывается 270 тысяч. 60 тысяч из них породистые. Доля племенного крупного рогатого скота составляет примерно 13 процентов. Крыс от 631 тысячи более 81 тысячи племенной поголовью считается. Но это количество еще в этом году будет расти. Сейчас в данное время идет работа по определению классности, по присвоению классности молодняку текущего года. В этом году для поддержки хозяйств, занимающихся разведением племенного скота, из бюджета выделили более 9 миллиардов тенге субсидий. 3 миллиарда из них предусмотрено на приобретение кормов. Наталья Салькова, Энадин Булдобеков, Октюбинская область, Хабар, 24.